Раньше не использовала пенку вообще. Она такая сделала вид, что не понимает вообще, о чём я говорю. Вот она, Анастасия, о которой вы уже наслышаны. Мы с вами сейчас взвесимся. Ой, доброе утро, мои хорошие! Сегодня утро началось вообще. И, короче, сегодня всю ночь перебегали мы с комнаты в комнату. Открываю глаза и такая думаю, ой, я, наверное, молодец, я без будильника. А у меня будильник лежал в моей комнате. Я, видимо, его не слышала, крепко спала, потому что чуть поздненько мы легли. Мы, наверное, где-то в 22.30 уснули. Вот, и... Не, уснули даже в 11. В 22.30 пошли спать. Короче, видимо, поэтому не выспались. И я бегу к своему будильнику, смотрю время в 8.05. А у нас садик принимает, ну, как бы 8.20, 8.30. Типа 8.30 до 8.30. И я уже пишу в общий чат, что мы сегодня будем, мы чуть задерживаемся. В итоге я просто его поднимаю, одеваю. Он, не хочу в садик, траля-ля, не хочу в садике спать. Вот он все время так говорит. Я говорю, ну, не хочешь, не ложись. Он вроде смягчается. Но сегодня утро, вот это в пупыхах, я опухшая, он опухший. Мы летим в этот садик. Просто так смешно, честно говоря. Вот, и в общем, сегодня он такой, ну, недовольный, проснулся, потому что я не успел, наверное, даже и раскачаться. Я ему банан в зубы. Я не знаю, мне так смешно. Ой. Сегодня у меня английский. Через полчаса онлайн нашла девочку. Буду вот тестировать ее. Ну, сейчас несколько занятий пройду. Сейчас будет первая пробная, да, посмотрим, как дальше. И потом расскажу вам, кому интересно онлайн занятия, как с ней заниматься. Вот. Ну, если я останусь у нее, да, то расскажу, как с ней заниматься. Та же девочка, которая, помните, я вам рассказывала, мне помогла с телефоном своим. И вот эта девочка, которая помогла мне с телефоном, она, оказывается, я уже говорила, да, наверное, где-то ходит в мой фитнес-клуб. И сегодня мы с ней договорились к двум часам, что мы с ней позанимаемся. Ну что, мои хорошие, я вам уже давно собиралась показать свой уходик. Помните, я вам так в предыдущих влогах, уже не помню, какой последний или предпоследний показывала, новую косметику. Решила взять косметику себе, знаете, из одной серии. Вот все. И самое интересное, что... Сейчас я вам покажу, короче, я уже вышла, где-то здесь полочку, все разложила, и мне кажется, что это даже способствует тому, чтобы, знаете, вот прям встала такая или вечером, ритуал целый сделала для своего лица. Аравия Профессионал. Косметика это для домашнего ухода и является частью профессионального ухода. Косметика этой пользуется даже в салонах. Сейчас мы с вами будем использовать пеночку Аравия. И тонером пройдемся. Это обязательно. То есть пеночка она очищает. Хотя вчера вечером я очистила кожу, но все равно за ночь, мне кажется, я уже сегодня и потела там, и то, и все. Как бы, ну, просто освежим. Тем более у этой пенки просто обалденный аромат. Обалденный. Он мне очень нравится. И знаете, как с утра эти аромы какие-то поднимают настроение. Ну, так как я вчера умывалась пеночкой этой, я сегодня просто вот так пройдусь, и все. Косметика это российская, кстати. У них собственное производство, но по европейским стандартам. То есть качество отличное. Причем по очень хорошим ценам. Вчера, кстати, для очищения лица я еще использовала гидрофильное масло. Оно интересно тем, что я его нанесла на лицо и как бы пальцами все это сделала. До этого я как-то гидрофильное масло почему-то спонжиком делала. Но здесь классно написано в инструкции. Гидрофильное масло хорошее. У него нет такого сильно выраженного аромата какого-то. Теперь мы наносим тонер. У меня лифтинг тонер цветочный. Кстати, вся косметика, я точно знаю, что она подходит для моего лица, потому что на сайте у них есть специально разработанный тест, где вы сможете конкретно себе под свою кожу подобрать всю серию этой косметики. Это очень удобно. Я пошла этот тест. Мне вышли средства, которые подходят мне. И я заказала. Тоже приятненько пахнет. Очень вкусно. Я тонером пользуюсь всегда. После умывалочки тонером мы восстановили водный баланс кожи наш. Это обязательно нужно делать, потому что вода сушит кожу. И теперь я наношу крем. Крем выпал мне, кстати, после теста вот такой. Это крем-бустер для сияния кожи с витамином С. Его можно использовать, я так понимаю, и утром, и вечером два раза в день. Здесь я коробочку оставила, потому что здесь все написано на ней. А на самой баночке, кроме как крем-бустер, ну, в принципе, тут информации особо и не нужно, да. И дата изготовления. Вот. Все свеженькое, срок годности 2 года. А после вскрытия в течение 12 месяцев. И кремушек этот тоже очень приятно пахнет. Он такой легенький. И я его вот так раз-раз-раз. Раз-раз. И увлажняю кожу. Он у нас идет с витамином С. Я вообще вчера, когда сделала уход вечером, прям хожу любую свою кожу. Мне нравится. Я уже неделю пользуюсь этой косметикой. Полностью довольна даже. Все сейчас отложила свою. Вообще надо перебрать всю свою косметику. Еще вот такой вот гель. Это под глазки у меня идет. Здесь у нас гель-контур для век увлажняющий. Его нужно совсем чуть-чуть. У него очень хороший расход. Прям вообще горошинка. Маленькая причем. Не полная горошинка. Я вот так между пальчиками. Видите. Между пальчиками раз. Он очень такой, знаете, размазывается хорошо. Я его прям вот так вокруг глазок аккуратненько. Размазываю, увлажняю. Теперь все у нас это впиталось. И мы будем делать макияж с сиси-крем. Вот такой вот сиси-крем. Ой. Что-то я его неправильно, по-моему, сложила чуть-чуть. В общем, аккуратненько. Тон вообще идеальный. Это ванила 1. Беру свою любимую кисть. Начинаю его размазывать. Сиси-крем. Кстати, у нас не просто сиси-крем. Он идет в защите-коррекции. Здесь защита SPF 20. Я вам уже говорила, что я всегда люблю, чтобы и крема были с защитой, и сиси-крем был с защитой. Вот. 20 еще лучше, чем 15. У меня вообще лицо очень быстро загорает. Пигментные пятна появляются. Поэтому для меня защита лица очень важна. И это, кстати, в тесте учитывалось. Все. Пигментные пятна и так далее. Отлично подстроился вообще. Вот мой цвет лица. В принципе, все. Вот моя кожа сейчас свеженькая, классненькая. Сияет. Все прекрасно. Вчера, кстати, я еще сделала на ночь маску вот такую вот. Маска это омолаживающая с комплексом миниальных грязей. Она легко смывается. Ее просто наносишь тоненьким слоем. 15-20 минут походил. Легко смыла. То есть даже не нужно дополнительным спонжиком пользоваться. Как обычно, знаете, я пользуюсь для того, чтобы содрать эту маску потом с лица. А просто пальчиками прям умылась. И все. Ну, в общем, все я вам показала из этой серии, которую у меня. Косметику эту можно купить в магазинах профессиональной косметики. Также на маркетплейсах. Несмотря на то, что это такая достаточно бюджетная косметика, я бы сказала. Цена у нее невысокая. Она очень эффективная. Очень хорошие отзывы о ней в интернете. Я раньше не использовала пенку вообще. Ну, не любила. Мне лень было умываться. А эта пеночка, она настолько вкусно пахнет. Она такая прикольненькая, что я прям хочу ей умываться. Это очень классно. Тонер, пенка, крем обалденный. Все мне нравится. И CC-крем вообще. Шикарно просто. Вот просто как будто я ничего не наносила. Я чувствую, как будто, ну, вот просто твоя кожа увлажнена. И все. Понимаете? То бывает, что ты нанес что-то, и ты прям чувствуешь, что ты что-то нанес. А здесь нет. И не видно самое главное. В общем, вот такой вот у меня новый уход. Пишите в комментариях. Может быть, кто-то знает эту косметику. Может быть, кто-то пользуется. Расскажите, чем пользуетесь вы. И что еще интересного можно посмотреть у них. Ну, а я пошла пить кофе. Ой, позанималась я английским. В принципе, все было очень просто. Довольно интересно. Даже я заметила, как мой мозг работает. И есть какие-то такие вещи. Особенно, знаете, как правильно пишутся слова. Вот я знаю слово, могу говорить, его значение и все так далее, как переводится. Но я бывает стопорюсь, как оно пишется. А ведь, ну, в принципе, это тоже важно, чтобы написать что-то на английском. Я же веду переговоры с разными странами, я вам так скажу. Чаще всего, конечно, Китай пишет. Но также там бельгийские компании, американские компании тоже писали. Очень часто бывают, приходят письма о сотрудничестве на английском языке. И я предпочитаю, если мне пишут на английском языке, я не люблю в ответ писать на русском языке, чтобы человек там как транслейт ему этот переведет, так переведет. Нет, я люблю написать письмо, я пользуюсь, конечно, переводчиком, чтобы все было верно. И я делаю так. Я пишу сначала письмо на русском языке, потом переводчик его переводит, да. Я потом делаю обратный перевод. То есть то, что он перевел, я переворачиваю и перевожу на русский язык то, что он перевел. Как это звучит. И часто бывают такие смешные, ну, как бы. То есть перевод именно, да, звучит по-дурацки. И тогда я в английском прям уже по-английски исправляю какие-то моменты, да, или по-русски пишу какие-то моменты, чтобы и английский, и русский, как бы их не перевернули, гармонично выглядело и звучало. Пока что я так делаю. Но вообще хорошо бы, когда нет у тебя переводчика, чтобы ты элементарные цифры какие-то, да, или там дни недели, глаголы какие-то написал правильно. Вот, это важно. И вот пока мы тренировались сейчас, я прям замечала, как от того, что она меня прогоняет несколько раз по одним и тем же упражнениям, пора, ну, с разных сторон, да, я начинаю вот обращать внимание, что вот здесь я забываю все время букву И, например, да, а вот здесь вот Е на конце, вот здесь И. Вот, так что, в общем, ну, интересно, весело, на одном дыхании быстро прошел первый урок. В общем, позанимаюсь, пока потом кому интересно расскажу. Вот, камера, кстати, у меня широкоугольная. Да, сейчас я посмотрела, сейчас монтирую пока в процессе видео. Я смотрю, что-то в этом есть в широкоугольной камере, да, но еще посмотрю ваши комментарии под предыдущим влогом, что вы мне напишите, нравится вам так или нет. Но пока продолжу так снимать, вот, потому что пока еще видео это не вышло, я его только монтирую, только вы будете потом писать комментарии, еще их нет. Вот, сейчас я решила подкрепиться, я сейчас поем гранолу с кефирчиком, и уже как раз вот за час, да, до занятий, и уже отправлюсь в фитнес-клуб, встречусь с девочкой, с которой мы будем вместе заниматься в моем фитнес-клубе. Буду есть вот такой вот мёсли запеченный с яблоком, я их еще не открывала, пора открыть. И вот такой вот кефирчик, который тоже пора открыть, я уже не знаю, лежит он здесь до 25.07. А, ну еще у него 5 дней. Сегодня я собрала вот такой лучок, я решила, чтобы там не переодеваться, знаете, просто сразу одеться по-спортивному, вот. Трататам. Это, кстати, велосипедки, лосины, которые я покупала в фикс-прайсе, я их обрезала. Вот, это кофточка у меня Tommy Health Figure, которую я в Москве брала. У меня кроссовочки наяковские, вон, которые я вам показывала. Именно под них я все это и брала. Фух, села опять в парилку, хотя машина стояла в тенечке. Вот сейчас она в тенечке здесь просто стоит. Я сейчас на всю просто включу кондерша, бы он прям охладил быстрее. Девочки, вот она Анастасия, о которой вы уже наслышаны. Всем привет! А то я такая, знаешь, я все время вот... Вы пришли, а то я пришла. А, вот здесь салон. Да, здесь можно сливать массаж. Да, я хотела на массаж, кстати, но мне сейчас позвонили и сказали, что я должна кое-какое дело сделать. Так что мы занимаемся и я бегу. Сейчас Настя ведет меня в какой-то зал, в котором, говорит, будет меньше народу и работать будем со своим весом. Я здесь, честно, только на экскурсии была. Народу нет вообще, каев. Сейчас нам будет мне помогать. Так, ну что, мы позанимались, вышли. Сколько мы позанимались? Да, где-то час-пятнадцать. Час лишний. Ну и как я? Отлично, молодец. Хорошая форма. Мы еще ее приведем в порядок. Да, короче, мы нормально так позанимались. Время прошло, хотя час был. И каждый понедельник мы теперь вместе, да? Примерно это время. Все. А я обещаю, что буду ходить хотя бы еще один раз. Взяла вот в тренировке. Ну, я на тренировке вообще буду ходить. Вот так по понедельникам только с тобой жестить будем. Короче, у нас цель сбросить вес. Сколько килограмм? Пять килограмм нужно сбросить. Пять. Или шесть. Или больше. Ну, давай с пяти начнем. Да, сначала пять. А потом дальше пойдем на пресс и все такое. Все, за Настей муж приехал, я на машине, поехала. Кайфу, кайфу, кайфуем. Не помню, что за песню я там вспомнила. Короче, кайфарики, кайфарики. Честно, мы занимались, и я прям вот вздыхала. Вздыхала в начале, особенно первые 15-20 минут, когда она мне показала все это. Я думаю, боже, я выползу. Но потом уже под конец, когда мы начали мой любимый пресс в конце делать, уже по лайту, по лайту, и прошел час, час 15. Просто мы все выполнили, мы потянулись в конце. Сегодня просто времени мало. Настя купальник не взяла, и мы не пошли в бассейн. И мне надо кое-какие дела сделать до садика. Поэтому мы вот так выскочили, и все, и побежали. Ну, короче, договорились. Все, каждый понедельник мы будем вот так вместе жестить. Ну, прям хорошая тренировка на все группы мышц. Супер. И как бы жир разжигает. И диету, короче, буду соблюдать сейчас, да. И она диету соблюдает. Она вообще, говорит, за... Не помню, за сколько, вот уже 5 или 6 килограмм она скинула. И продолжает худеть. Ну, короче, и я хочу. И вместе мы друг друга отлично будем мотивировать. Еще знаете, что я забыла сделать? Не знаю, Настя, наверное, следит за этим всем делом, так как она уже давно занимается. Вот. А я забыла взвеситься, чтобы понимать, какой вес у меня сегодня, да. И, может быть, даже замериться, вот, чтобы, ну, за результатами следить. И я помню, что моя тренер, она говорила, мы взвешиваемся и замеряемся раз в неделю. Потому что каждый день, нет смысла это делать, будут маленькие результаты. Просто нацеливайтесь неделю как следует работать, а в конце недели взвешивайтесь и замеряйтесь. Вот тогда вы будете видеть результат. Поэтому я сегодня приду, да, сегодня первый день занималась, думаю, сильно ничего не изменилось. Я приду, взвешусь, вот, и воды надо, кстати, больше пить. И сегодня на тренировке 0,05 выпила уже. Представляете, это, конечно, мало, я понимаю, но, чтобы вы понимали, я просто не пью воды вообще. То есть, вообще не пью воды. Если я выпью один стаканчик, это очень хорошо в день. И я, бывает, в день вообще воды ничего, ну, не пью вообще воды. Я кофе две кружки выпиваю, там, литр кофе, да, ну, не литр, пол-литра кофе где-то выпиваю. Нет, 350, 0,7 кофе выпиваю. И потом могу соки, соки, но это же не то, вода же главное. Во время тренировки вот этой, которой мы были, это типа кроссфит называется, да, во время этой тренировки после каждого упражнения хочется пить. И я сначала такая, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть экономно, а Настя пьет, пьет воду. Я такая думаю, блин, так это же отличный повод пить больше воды. Может быть, я хоть литр, да, уже выпью за тренировку. И потом постараюсь еще в течение дня допить, чтобы было 2 литра воды. Потому что это очень важно, а я этого вообще не выполняю. Короче, я настроена серьезно, девчонки. Приду домой, взвешиваюсь, замерюсь и вам скажу. Так, все, мои хорошие, я быстро заскочила домой, собрала посылочки, которые мне нужно отослать. И еще мне по дороге сейчас кое-какие дела надо сделать. И уже время 5 часов, офигеть. И за малышом надо будет потом гнать. А почему у меня на этих без 15, а на этих без 10? Побежала. Забрала Дэнни с садика. Кошмар, жара, ужасная. Я прям даже его сейчас, его раньше забрала 5 часов. Специально, чтобы, короче, он со мной поездил. Лучше на почте прохладненько, в машине прохладненько. И я, чтобы не спешила, бегу им голубь. Мокрый. Да мокрый ты весь вообще, красный, мокрый. Пристегивайся, сейчас в машине хорошо встанет тебе. Всем привет. Мы идем на почту. Ой, девчули, фух. Все сделали с Дэннико. Молодцы вообще. Ой, я ем. Я ем. И сейчас ехала, и всю дорогу прям, знаете, вот начинаешь заниматься. Первая отличная тренировка, все. У тебя сразу хочется перестроить весь, все свое питание. И, в принципе, я готова перестроить. Все это дело знаю уже, что, что покупать, что готовить. Я вообще думаю, знаете, что я... Вот я все время такая смотрю на меню, которое нужно кушать. И такая думаю, господи, кто бы мне его готовил и подсунул бы в нужное время. А потом думаю, о, а я же могу взять на целый день, а даже на два дня. Один раз встать, заморочиться, раскидать это все по контейнерам. Да? Вот так. И в холодильник поставить. На два дня. И типа два дня об этом не думать. Просто время расписать, там, примерно. Это во столько-то взять, это во столько-то съесть, это во столько-то. Ну, плюс-минус, да? Я буду знать примерно, в какое время я должна подойти к холодильнику и съесть то, что лежит в контейнере. И не более того, да? Чуть что водой запивать. Сейчас я просто не успела покушать после тренировки, да? И поехала сразу к Дэнни, и поехала на почту. И сейчас пришла домой. Сейчас без 15.07. Потом поедем на почту. И сейчас пришла домой без 15.07. И я понимаю, что я очень хочу есть. И у меня еще соус мамин, который она мне приготовила, да? И я же не могу его что-то куда-то отдать или это. Нет, я его буду есть. Он очень вкусный. Поэтому мне любимый вообще сегодня сказал, что не надо мне худеть. Можешь подкачаться пока. А худеть не надо, типа. Ему нравится мой вес. Вот. Но я говорю, давай я... Короче, есть там определенные пожелания. Я говорю, давай сначала я приду в форму ту, в которую я хочу, да? А потом уже будем смотреть, чего не достает. И что нам нужно подкачать. Потому что когда худеешь, то уходит, да, не только живот и бока. Уходит задница, например. Вот. И я хочу на самом деле орех накачать нормальный. Чтобы прям кайфовать. Вот. Но сейчас пока я хочу вот скинуть, да, лишнее. Чтобы живот ушел, и бока ушли. И вот эти на ляжках ушли. И все, в общем, все лишнее. Чтобы все было классно. Поэтому, в принципе, у меня есть задача похудеть. Но я съем то, что у меня вот дома осталось. Но ничего уже другого покупать не буду. А вот завтрак буду есть полезный. Завтрак буду делать овсяночку. Так. Еще, как и обещала, мы с вами сейчас взвесимся. На мне одежды минимум. Камера весит чуть-чуть. Вот. 59,900. Так это с учетом того, что я на самом деле поела уже. Попила. 59,900. Наша задача сделать 55. У меня, в принципе, сейчас мое тело... Ну, не ужас, ужас. Да, то есть я готова свое тело защищать даже еще. Что оно у меня не ужасное. Единственное, что там вот качество кожи мне не нравится. Да, поэтому если сейчас я начну правильно подпитаться, будет уходить там верхний какой-то вот этот жир, не жир. Кожа в тонусе станет, да, там подкачается что-то, то, в принципе, формы, ну, то есть меня устраивают, да. Ну, там, животик чуть уйдет, там, да, и бока вот уйдут. Ну, вот, то есть вот чутка лишняя, что идеал не делает. Вот, поэтому я спокойна. То есть у меня нет такого, что я такая смотрю в зеркало, я думаю, о май гад, какой кошмар. Я смотрю на себя в зеркало, и меня как бы в целом устраивает. Я кручусь даже, понимаете, в купальниках, фотографируюсь там и так далее. Как бы видео снимаю, хожу, да, то есть если б я видела себя как-то совсем ужасно, то, наверное, я бы и не крутилась бы перед вами. Вот, поэтому до идеала можно, ну, спокойно, спокойно. Закачать вот это очень хочется, все это дело. Поэтому, короче, 5 килограмм минус в спокойном этом, да. Ой, сейчас еще покажу фигурку свою, чтобы мы, как бы, ну, как бы формы показать, потом до, после покажу. А вот у меня есть любимые шортики, это Adidas Stella McCartney. Они уже у меня очень давно. Они очень классные, они очень легкие. Но представьте, какая была худюшка, что могла себе их позволить. А сейчас живот видно, вот в расслабленном, вот втянутый, да, вот попа. То есть тут видно прям полпопы, да, то есть ляжки, видно бачка, да, если особенно. Ну, вот так сделаю. Вот они бачочки, которые нужно убрать, хотелось бы. Ну, короче, в целом вот так вот я покажусь. И потом в этой же одежде, через месяц, например, покручусь. Или может каждую неделю крутиться. Напишите, как хотите. Каждую неделю или месяц. И вот такая на носочках втянутая. Вообще, когда на носочке становишься, сразу и фигура получше. Короче, работаем. Всем доброе утро. Мы сегодня молодцы. Я хоть сегодня и не выспалась, потому что легла очень поздно. Но я встала. Денька напихал полна рот. Но я встала, и вот мы идем вовремя в садик. И Денька раскачался полчасика. Уже совсем другое настроение. Так, еще хотела сказать по поводу моего состояния. У меня жутко болят, знаете что? Вот эта вот часть. Вот эту часть прокачали вообще отлично. И вот здесь вот. Внутри и вот здесь вообще. Мне просто тяжело ходить. Такое ощущение, что как будто свинцом забиты ноги. А пресс, руки вообще не чувствую. Как будто не занималась даже, если честно. Так что в следующий раз на ноги можно чуть меньше нагрузки. Хотя я хочу же орех, как орех. Попу как орех. Так что придется нагружаться и ноги подкачать. Я вообще хочу ноги красивые. Вот. Ну а пресс. Руки не обязательно сильно там нагрузку делать. А вот пресс надо побольше. Потому что вообще как будто не занималась. Но хотя все горело, когда занималась, было ну как бы тяжеловато. Не скажу, что ой-ой-ой, но было тяжеловато. Завтра пойду на тренировку. Уже там выбрала себе тренировочки. Фух, присела на лавочке. Здесь еще вам чутко оповещать. Просто так тяжело идти, вы себе не представляете. Прям верхняя поверхность бедра. Я не знаю, что я так делала там усердно. Усердно. Либо она у меня такая слабенькая, что прям сразу дает о себе знать. Все, Денечку отвела. Без криков, без скандалов, без слез, без недовольств. Вот. Что значит рано вставать. А я не выспалась. Почему? Потому что я вчера сидела на сайте Джум. И куча идей мне как начало приходить. Во-первых, я не могла уснуть. Я была голодная. Я вставала там, то воды попью, то еще что-нибудь. Вот. И в итоге я залезла на сайт Джум. И начала выбирать там и коврик себе, думаю, на задний фон. Ну, и сделать фон, хочу себе там интересный. Идеи нашла. Думаю, что сейчас закажу. Если, ну, в любимое там положила. Сейчас на свежую голову на утро уже буду сейчас выбирать. Вот. Деньги в детскую тоже там, коврики разные есть. То же мысли там, то, сё, купить. Ну, короче. В общем, все. Пока уже не начала вырубаться. И время это было где-то около двух, наверное, часов или полтретьего. Я уже понимала, что ни хрена не высплюсь. Фух. Ну, я ушнула. И очень тяжко вставала сегодня. Очень. Ну, я встала вовремя. И Дэнью разбудила вовремя. В садик отвела. Он успел и бананчик утром поесть. Я сериал смотрю сейчас очень классно. Называется «Эмили в Париже». Очень лайтовый сериал. Но такой атмосферный. Прям вообще. Вот прям вот в Париже. Как будто, честно, у меня отдых в Париже. И это Эмили такая душка. И такая история. Такая, знаете, вот прям... Мне кажется, вот оно прям в каком-то парижском стиле сделано. Ну, очень интересно. Прям лайт-лайт. Прям как на курорте. Вот я его смотрю, а потом у меня такое ощущение, что я в Париже побывала на отдыхе. Ну, вот я до сих пор смотрю его. Мне нравится. Так, все, отдохнула. Пошли дальше. Мне там кофе. Монтаж. Смотрите, вчера я это все залила кефиром. И сегодня это такая вкусняшка вообще. Просто как тортик, честное слово. Надо будет такое попробовать еще сделать. С овсянкой. Ну, не с мюсли, там где сахар, а с овсянкой. Ну, пока надо это доесть. Но это очень вкусно. Попробуйте. Просто кефиром залила мюсли на ночь. Девочки, после той ситуации я, кстати, бассейн теперь не снимаю. Матхой мама. Та девушка, которая мне про бассейн рассказывала про русскую рулетку и то, что у них блата нет. Типа никак не запишется. И я сегодня такая выхожу и говорю, ну вот, хотела же у вас спросить. Все-таки блат, говорю, есть у вас, да? Говорю, русская рулетка не работает. Она такая сделала вид, что не понимает вообще, о чем я говорю. Как бы, о чем я говорю. Я говорю, ну как же, у вас же здесь две работают девочки. Она такая, ну да. Я говорю, ну вот, я звонила 15-го утром в 9 утра. Мне сказали, что вы, что все занято и что вам звонят там в 7 утра. Она такая, да, мне бывают и ночью звонят. Не знаю, откуда у них мой номер. Ну, вы поняли, вообще полный бред вообще, полный бред. Я говорю, ну да, удивительно, интересно, откуда у них номер. И она говорит, что-то, ну мне рассказывали, что-то база слетела. Может быть, она начальнице звонила, а не мне. Короче, знаете, каждый отпирается. Было бы интересно встретить еще начальницу и спросить этот момент. Просто, потому что я эту начальницу, она раньше сама сидела там вместо администраторов. Ну, как бы, может, одна девочка какая-то помогала. Она все время там сидела. Как-то мне казалось, мы неплохо общаемся. Можно было бы проявить какое-то, не знаю, даже. Ну, даже не то, что неплохо общаемся к клиентам. Ко всем нужно одинаково относиться. Ну, просто еще к тому же, что я тоже постоянный клиент, да, и то, что как бы, ну, вообще, честно говоря, удивительное. Удивительное свойство такое, знаете, делать такие глаза, типа, вообще не понимаешь, о чем речь. То есть, что ситуация произошла странная. Я думаю, я не одна такая, знаете. Вот. А спрос вообще ни с кого. Одна девочка неделю работает, вторая вообще впервые сталкивается с чем-то, ой, я не знаю, там база слетела. А вот, а вот недавно тут, ну, то есть придумывают. Я так понимаю, я говорю, ну, я так понимаю, что это, наверное, ваше начальство здесь. Как бы вам сказала, что говорить, да, а вот в каких-то таких моментах вы уже такие, там, то база слетела, то постоянные клиенты, которые на 100 тысяч, там, покупают, наверное, да, несколько, я имею в виду, несколько абонементов на год вперед. Это примерно будет 8 тысяч, 80, 100 тысяч где-то, да, будет. Ну, прям вот на год вперед они покупают абонементы, 12 абонементов. Мама, помоги мне мыло. Чего? Мыло сейчас. Ну, короче, вы поняли, да? Смешно да нельзя. Мне частенько задают вопрос, Силя, сколько у тебя занимает времени монтаж? Я все время отвечаю, как бы, ну, по-разному времени монтаж занимает, но чтобы вы вот понимали, что я сегодня вообще практически всю вторую половину дня занимаюсь одним роликом, который должен длиться вообще минуты 3, вот. Но я сняла материал на 20 минут, из этих 20 минут мне нужно сделать выжимку минуты 3, у меня не получается 3, у меня получается 6, 7, 8 минут из этого, да? Потом еще подснять какие-то моменты, потом еще подснять какие-то моменты, повставлять все это по тысячу раз попереслушать. И, короче, я сегодня целый день занимаюсь вот этим коротюсеньким, коротюсеньким видео. И вот непредсказуемо, но вот полдня он у меня занял, блин, часов 6 точно, пока ты сняла все это, там подсняла, я еще со вчера начала его снимать, вчера подсняла какие-то моменты, сегодня подсняла какие-то моменты, потом полностью ролик сняла это, потом начала все это дело монтировать, вставлять, доснимать что-то. Короче, вот, казалось бы, так это не полноценный ролик, это просто вставка в ролик. Бывают, есть ролики такие, которые, допустим, они длятся там минут 15, а наснимала я на 16, то есть я, грубо говоря, ничего не вырезаю, смотрю, да, там минуту одну всего лишь вырезаю, и все, и тогда такой ролик, если он там 15 минут, допустим, да, и материала немного наснимала. То есть бывает сложность в чем, если ты очень много материала наснимала, и тебе, чем больше ты наснимала, тем больше тебе вырезать, тем больше тебе работы. Поэтому я всегда стараюсь снимать так, чтобы не было вырезаний вообще никаких. То есть я сказала, закончила мысль, выключила, чуть-чуть сзади подрезала, там, например, сначала и с конца подрезала, и все. Вот, поэтому вот так вот. Короче, ну все, я закончила, в принципе. В общем, знаете, что, я, наверное, буду с вами уже прощаться, потому что Боря мужа ложится спать. Вот. Завтра новый день. В следующем влоге вы уже увидите мою самостоятельную тренировочку, как я ее сняла. Ну и вообще пишите, как вам наша тренировочка. Я уже тут чуть-чуть смонтировала, сейчас концовку вам доснимаю. Вот. Мне кажется, огненно получилось. И, знаете, еще вот я пока думала все эти моменты. Вообще я не люблю заниматься спортом. Мы даже вместе с Настей сошлись в то мнение, что, ну как это можно любить? Ты здесь так мучаешься, так и это. И так быстро это все можно набрать, да. Но вот в целом я заметила по жизни, что я не люблю заниматься спортом. Но, хотя всегда считала, что люблю заниматься спортом, что я спортсменка такая отчасти. Но на самом деле, когда ты начинаешь заниматься спортом, и если ты занимаешься не одна, если у тебя какая-то компания, друзья, которые все ходят, и вы не просто приходите даже там спортом позаниматься, а отчасти вы проводите время вместе. Вот мне, например, с Настей интересно. И я даже не тупо прихожу там, чтобы прям потрениться, да, там. Мне просто нравится в компании какого-то нового человека. И классно, что мы у нас вместе есть одна какая-то цель, да. Мы к ней идем. Супер. Ну как бы мы так знакомимся через что-то полезное. И мне это нравится. И я хочу еще заниматься, еще. Меня это как-то мотивирует, сподвигает. И я заметила, что надо стараться полюбить не результат, к которому ты идешь, иначе ты спорт, спорт тебя будет бесить просто, что ты так много работаешь, так мало получаешь, да. И стоит тебе перестать только, ты опять набираешь все, что было. А нужно полюбить прям сам процесс. Вот я этот раз в голове у меня возникло, что мне кайф, мне кайф пойти позаниматься. Не то, чтобы позаниматься, а мне кайф провести вот так время. Тело в любом случае в тонусе, какое-то настроение приподнятое. Ты собой гордишься. Я хочу ощутить снова эти ощущения, что я такая молодец. Да. И вот это вот мы стараемся вместе. Классно. Конечно, когда одна, это не то. Это надо иметь очень сильную силу воли. Поэтому, наверное, берут тренеров, да, чтобы вот как бы ходить. И там и общение с тренером, полезное общение, да. Ты и тренируешься, ты как бы и перед тренером стараешься не оплошать. Там все слушаешь, ты молодец, она тебя там хвалит. Конечно, это стоит того. Вот. Поэтому в следующем влоге вы увидите мою самостоятельную тренировку. Посмотрим, на что я попаду. У меня вообще кое-какие идеи еще пойти на пару вещей, на которых я... Ну, на одной я уже ходила, училась. Как-то ходила на... Не на курсы, как она... На танцы этого, да. Хочу пойти. Завтра как раз-таки все это узнаю. Но во влоге в следующем узнаете. И еще хочу пойти на одну тренировку, на которую я ни разу еще не ходила. Ну, очень хочу сходить, попробовать как это. Короче, все узнаете и, возможно, все в следующем влоге. Посмотрим. Я вас люблю и целую. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok